Ну и по пикам сразу же, давайте со старта в карьер, Вичи Гейминг, Квин оф Пейн забрали, забрали Баунти Хантера, Клокверка и Эншент Оперейшена, тысячу лет не было аппарата, хоть какая-то разбавка случилась, Виртус Про забрали в свою очередь, Дарк Сира забрали, Кристал Мейден, Блад Сикер и Гирокоптер в пике российского коллектива. Со стороны банов, что вообще здесь новенького, Трэнд Протектор, новый, все остальные достаточно старые, Темплар Сассин, разве что появилась хоть как-то в Мите Виртус Про, Темпларку забанили, а все остальные в общем-то классические, Эмбер Спирит, Драгон Найт Андаинг и СФ от ВП, залетел в баню и от Вичи Гейминг, Рубик, немножко новенький, а все остальное классическое. Ну и Шторм Спирит последним пиком для Вичи Гейминг ничем, собственно, кроме аппарата не удивили, Виртус Про вообще пока ничем не удивили, стандартная мета последних пяти дней, тут особенно не разгуляешься. Ну и последний пик от команды Виртус Про. На сложную линию пока что мне кажется непонятно кого отправлять, потому что я почти уверен, что год на Бладсекере пойдет у нас на Мид Лейн, Гирокоптер будет выфармливать легкую это или дан. ФНГ, конечно же, только ЦМ и Дарксир, а подожди, да, Дарксир в принципе сложная линия, что я выдумываю вообще, хотя не факт, вот Спирит Брейкер есть еще, Лил забирает себе Спирит Брейкера, да, все-таки Дарксир у нас на сложную пойдет, а Лил будет играть на Спирит Брейкере. ФНГ, Кристалл Мейден, Дарксир это Фобос, Бладсекер это Год или Дан, это Гирокоптер и Лил будет бегать по всей карте. Ну и со стороны команды Вичи Гейминг, Айсайсай забирает себе Клокерка на сложную линию, Фай будет играть на Баунти Хантере, Супер на Квапе, Мид Лейн Шторм Спирит от Хао будет фармить. И Ancient Operation в принципе всю эту комбинацию доразбавит. Ancient Operation давно я не видел, по-моему в начале Вайлдкардов кто-то брал данного героя, а так в принципе на него все забили. Еще с первой доты этот герой на Тиае прям классический был, Дэнди на Мид Лейне еще кстати за Нави играл на данном персонаже, но это так давно было, что наверное немногие и помнят. Ну и Хао на Квапе, а Супер будет на Шторм Спирит и поменялись хитрюги, поменялись Хао с Супером персонажами. Фай на Баунти Хантере и Ancient Operation у нас от Финрира. Фай Сайс уже встречается с Иллиданом, у Иллидана Рокет Бараж должен быть готов, ну Клок наверное в соло сливается на старте конечно Иллидану, не Иллидану, а конкретно Гирокоптеру Рокет Бараж два раза впулите и естественно никакого Клокверка там не останется. Батарея Саут, не Батарея Саут, без разницы. Но команда Virtus.pro уже стала на позицию, чтобы забрать нижнюю руну. Фай здесь хитрый, Фай сам здесь будет руну забирать. Баунти Хантер из тех, кто может самостоятельно в окружении трех или четырех героев просто подойти и забрать себе руну. И пусть стоят, думают, появилась она, не появилась, сломалась дота, не сломалась, что не так. Ну и Дарксир от Фобоса, в соло будет стоять нижний лайн. Год Мидлейн на Бладсикере, он против Эмпайра очень жестко зажигал на данном герое, посмотрим получится ли сейчас. Конечно же удачи, безусловно, российскому коллективу и Вичи Гейминг очень грозный соперник, поэтому поднапрячься придется. И Virtus.pro забирают на топ-лейне руну, а внизу Супер, без какого-то сопротивления, забрался себе спокойненько руну. Баунти Хантер от ФА уходит на топ, будет с Айс Айс Айсом или где попало будет Баунти Хантер. Ну конечно же это будет Кура, она в опасности первая. ФА пойдет у нас заниматься диверсиями такого вот плана. Айс 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 уже заблочил крипов, будет пушиться линия или да, ну тут не так комфортно будет, как того хотелось бы. Спирит Брейкер от Лила на отводах, пока никуда не бегает. Но и ФНГ на мидлейне поможет первое время Году, это в общем-то абсолютно правильное решение, потому что Год в неприятной ситуации для себя. У него рейндж атаки естественно никакой, он милишник и Супер по идее должен Года харасить нон-стоп. Ну Год заряжен, невероятно, как против Эмпайр, так и здесь. Вообще ни сантиметра карты не отдает своему сопернику. Постоянный акшен просто нацелен на крипов, так как и должен делать Бладсикер. Бей крипов, все остальное не твоя забота, ХП у тебя и само по себе вырастет. Ну и Вичи Гейминг, в общем-то по классике поставили нижний лайн. Единственное, кого здесь нет, это вот этого парня ФА у нас гуляющий, он и не на линии, и не на диверсиях, пока просто стоит в лесу. Ну и ФНГ, занимается отводами, как я понимаю, да? Да, ФНГ, нет, ФНГ никаких отводов не делает, он просто стоит на хэкграунде, если что, на помощь Году прийти. К Году никто не пришел, завардили здесь игроки команды Virtus.pro, чтобы Баунти Хантер тут ненароком не залез. А Баунти просто стоит и тупит. 13, 13 экспириенс уже получил Баунти Хантер. От дерева просто напитался экспорт. Дерево, передай мне свой опыт. Я не могу, я просто делал. ФНГ пошел делать, даже, кстати, это и не от фото, что это делает ФНГ? ФНГ это у нас так фармит, таким вот образом. Ну да, уже второй ловел ФНГ, я все думаю, чем он здесь занимается. Он здесь разбирается с мобами в лесу. Иллидан, 5 на 5 пока у него, 14 на 7 уже Хау на Квапе, 14 на 5 год, год держится, супер 11 на 1. Иллидан, конечно, маловато по фарму. Действительно, проседает по фарму Герокоптер, должно было быть лучше. Сколько раз приходил. Очень плохой фарм. Вичи гейминг в плюсе 600 по голде и по экспириенсу в 0 идут команды. ФНГ выходит на супера, Бладрайд под ноги ему, супера, по идее, могут и забрать. Есть ли здесь нова? Нет, нова нету, но супера забирает в итоге ФНГ. Гот тоже здесь поучаствовал. Еще и ФАИ увидели, Гот, будет ли убийство ФАИ, сейчас узнаем. Нет, Бладрайдж здесь на Баунти Хантера бросили, ничего здесь особенного и не будет. А вот он Лил на ФАИ. И ФАИ лоу хпшный, еще один удар от ФНГ, минус ФАИ. Лила, конечно, здесь заберут. Переагрить Тауэр не удается команде Эмпайр. Ой, Эмпайр, команде Виртус Про, конечно, не перестроился. И первый фраг для ВГ заработан. Но так, косвенно заработан. Тауэр за всех отдувается. Но в любом случае, Даблу на Мидлейне забрали. И этого доставучего Баунти Хантера сразу поставили на место и с супером разобрались. Прекрасный и живой ФНГ. Капитан команды Виртус Про не просто живой, он живее всех живых. Он четыре крипа убил и при этом двух героев. Нашла ЦМ-ка реализацию себе. Ну, на нижнем лине Хауа оставили просто в соло. Фобос сейчас уже летит, но... У Хауа там дела прям на расслабоне абсолютно. 26 на 14. Год 24, но год молочак. Год, конечно, на миде отдувается за всю тиму. Там дальше 16 гирокоптера, 11 Фобос. Единственный, кто за топ по крип-стату сражается, это Год. Лил побежал у нас на ФВА. Просветка есть ли у Лила? Нет, у Лила нет просветки. Ну и все, на этом заканчивается агрессия от Лила. ФВА отсюда уходит. Сентрик стоит, кстати, от команды Виртус Про в собственном лесу. Чтобы не было проблем у ФНГ. ФВА увидели. Бладрайд ему под ноги. ФВА, по идее, здесь и останется. Год забирает этот фраг. Это первый фраг для Года. Дальше за супером. Ну и разгон от Лила. По идее, супера забирают. ЦМка. Третий килл. ФНГ, успокойся. Он держит тут просто пропорции. Постоянно у него крипов должно быть ровно в два раза больше, чем героев. Он убил шесть крипов. Надо срочно идти делать фраг. Срочно. Было у него четыре крипа. Надо срочно делать второй фраг. Обязательно. Пошел сделать. Нормально. Сейчас убивает здесь эту пачку. И по идее, надо идти делать сразу два фрага. Ну а почему бы и нет, с другой стороны. Лил уже выбрался у нас. Выбрал себе цель. За Клокверком. Но, наверное, не добегает. Я так понимаю. Лил или добегает. Побежал, Лил. Нормально. Все. Гирокоптер здесь. Никуда кулдаун, конечно, от Иллидана. Но это не очень удачно. Русские команды. А Виртуз Про разбились. Об Коге разбились. Об Хао. Даблкил от Клокверка. Охренеть вообще. Это действительно хрень. Он еще и разговаривать умеет. Айс, айс, айс. Сделает даблкил. Причем мне показалось, что Когами он финальную стадию сделал. Этих ударов. 500 голды просто подарили Айсу. Слился, лил. Слился Иллидан. Гот тут с ФНГ пыхтит. Айс, айлидан и лил льются. Хорошая схема, чтобы баланс был соблюден. Десять фрагов у ЦМки. Десять крипов у ЦМки. Надо срочно идти убивать еще двух героев. ФНГ, ты берешь ношу не по себе. Сейчас эту пачку, если разобрать, и еще придется три фрага делать. Как вывести. Ну и у нас замес на нижнем лане. Лил забирает Эншент Апорейшена. ФНГ стопит Айс Айс Айса. Гот. Ульта пошла по Айсу. Бладрайт ему под ноги. ФНГ лохэпэшный. Ну и Году неприятно. Здесь, конечно, под батареасаутом. Года тоже, скорее всего, заберут. Год отправляется в Саверну. И Баунти Хантер. Еще один фраг для команды Верчи Гейминг. 5-5 становится счет. ФНГ слился. Келлинг Сприз трик отдал. Эншент Апорейшена забрали, но он не такой дорогой, как хотелось бы того. 830 голды. ВГ заработали. И, в принципе, в Виртус Про все потеряли, что набивали все это время. Я на чат переключился. Не дает наш чат-обот раскрыться Виктору Виверне. Виктор Виверна. Это просто конец. Виктор Виверна. Ксения Офф Пейн. Григорий Коптер. Григорий Коптер. Вот это наркомания. Понеслась у нас. Врыв на Года на мидлейн. По идее, здесь Года должны забирать. Лил дальше на Супера. Но на этом агрессия команды ВП должна заканчиваться, потому что переходят в активную фазу. Здесь Вичи Гейминг. Прилетает Элидан. Элидан хвапуну немножечко осадил. Дальше на хайграунд за Лилом. Супер с маленьким количеством маны. Ну и последний удар. Развалили Лила. Ну нормально, в принципе. Два в один. Хотя бы квапу забрали. У квапы все достаточно хорошо развивалось. Поэтому денег за нее должны были поиметь. ФНГ тоже в таверну. Фобос дальше за Супером. Ну и у Супера маны по минимуму. Триплкилл уже от Супера. Фобос по идее должен жрать здесь Супера. И рапча пошла здесь от Года. Супер достается Блад Сикеру. Год должен был заработать. Хоть что-то в этом файте заработал. Ну и Супер нормально в этом файте поднялся. То, что он умер, 674 голды все равно у него не отняло. Ну и тысячу в общей сложности Эмпайр... Блин, Эмпайр. Виртус Про заработали и 460. Команда Вичи Гейминг. Иллидан под Айсом... Кудай с Айсом, под всем, что есть у него. Тут, конечно, долго не проживет. И Хао, кстати, моментально решил справиться с Эллиданом, чтобы ни кулдаунов, ни каких-то еще спилов даже не было произнесено здесь гирокоптером. Ни единого заклинания. Фенрир как-то так одиноко себя чувствует здесь, по-моему. Просто ничего не делает, в принципе, ничего и не происходит. Стоит себе, не льется хотя бы. Одна смерть и на этом все. Расскажите эту схему игры арт-стайлу, например. Тут на саппорте как-то со старта. Начинает отжигать все. Фенрир встал в кусты. Меня здесь нет. Посмотрите, я включаю Вижн команды Виртус Про. Никакого Фенрира. Ну, здесь увидели теперь его. Увидели и пойдут разносить, скорее всего, Фенрира. У него нет ТП-шки. Фенрир понял, что его видят. И бежать, 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 бежать. В ФНГ есть тапок. Фенрира тоже есть тапок. Вагоня от Лила за ним. Но здесь Фенрира убивают. Колт-фит на Лила. Ничего, в принципе, страшного не случилось. Команда ВП, по идее, еще и Тауэр должна отжать. А в это время Супер по мидлейну подпушивать. Уже полетела сюда ТП от ФНГ. Внизу Тауэр забрали. Достался он, в общем-то, никому. На всех разделилось. Ну и сохранили тем самым мидлейн Тауэр. Там не факт, что, конечно, был шанс у Шторм Спирита его забрать. Ну, хотя бы прохарасить он точно мог. Подпушили, подхарасили плотно Тауэр на туплении игроки команды ВИЧ и Гейминг. Иллидан пока что здесь в соло. И у Иллидана неприятности здесь. В лице Хао и Флай рядом в инвизе. Сейчас подрежет Иллидана и Хао с Соник Вейбом. Уже понятно, что сюда летит. Куда аппарата Иллидана разнесло. 10-9 становится счет. Команда ВИЧ и Гейминг по фрагам выходит вперед. Ну и ВП потеряли свое преимущество. По голде, по экспириенсу ситуация тоже будет сейчас не в их пользу. А где Год? Почему Год не начинает отжигать? Совсем немного осталось Бладсекеру до приобретения Блэйд Мейла. С ним дела поинтереснее. Например, с Клокверком не хочется. Клокверку не хочется особенно бодаться. С Бладсекером под Блэйд Мейлом. Ну и тот же Шторм Спирит. Нет-нет, да и отстанет. Познакомился с нашей студией. Извините. ВИЧ и Гейминг в топе уже по фарману. Немножко, конечно, но обогнали Виртуз Прону. И по экспириенсу пока еще ВП держится. Блэйд Мейл переходит, прилетает к Году. И Мека появляется у Дарк Сира. Ну и вниз, под смоком, команда Виртуз Про отправляется на Финрира. Разгон уже есть от Лила на него. Лила отменяет разгон, потому что под Тауэр это неприятно. Там ТП-шки сюда придут. И Хао прилетит 100% Квапа. Квапа уже здесь. Квапа уже на нижний лайн переместилась. Ну и команда ВП попытается подкушить, как я понимаю. Как бы этой проблемой не было. Куда там побежал Лил? Лил на Супера на Мидлейн бежит. Лил бежит, врезается. Вайсайсайс. И здесь Батаре Асаут просто останавливает Лила. Лил под Айншелом. Ну и Фобос готов, я так понимаю, врываться. Незерстрайк пошел в Айса. Где Фобос? Долговато как-то. Все это стяжка надо под кулдаун. Фобос не дотягивает Айса. Кулдаун в пустоту. Стена тоже в пустоту. Забрали Айса. Потеряли Лила. Ну здесь траблы. Фобосу, конечно, даггер. Другая история совсем. Ф5 в таверну отправляется. И Лидан дальше за Хао. Хао через секунду будет блинг. И Хао отсюда, по идее, уходит. Ну и Супер пришел сюда. Здесь два эскейпа. Что у Квин оф Пейнт, что у Шторм Спирита. Так что Супер и Квапа очень плотно постараться должны. Чтобы подставиться. И Лидан не достает до Супера. Разгон от Лила по Суперу. Супер вряд ли отсюда улетит. Бладрайт еще и под ноги Суперу. Супера должны забить здесь. Минус 2 от ВП. Счет становится 12-11. Ульта Абарата. Бой или Дану, или Дан в таверну. Ну 12-12 счет. В принципе, размен тут не так уж много героев пострадало. 2 в 1 всего лишь размен. Файт просто был долгий, затяжной. В плюсе остались игроки команды Virtus.pro. Лил во вражеском лесу. Год во вражеском лесу Фобос тоже фармит вражеский лес. Ну и только ФНГ, обедняжка, не может отвыкнуть от своего леса. Здесь у него все хорошо удавалось. Никуда он пока не девается. Кого еще мы забыли? Кто-то там из Иллиданов пропал. А вот из Иллиданов Иллидант. Есть у него Сэндж уже. Иллидан, естественно, Сашу Яшу будет фармить. Нет Доминатора пока никакого. И БКБ тоже нет. Ну БКБ тут по большому счету не бесполезен был. Баттер Шторм Спирит неприятный. Через Вортекс и Квапа, естественно, с Соник Вейвами. У них Соник Вейвами, а Скримов Пейн. Тоже гадкая подруга. Баттер Став есть под Оркет. У нас Хао заточен. Немножко совсем осталось дофармить. Тут уже почти есть Ижмаск. И осталось только 450 даропов в Зиметч. Быстрый достаточно Хао. Ну, посмотрите на его Крипстат. Он третий на карте. Уступает только Году и Иллидану. Команда Вритэв Спро собрались в собственном лесу. Будут выходить на Мид Лейн на Супера. Чем его цеплять? Непонятно. Спирит Брейкер не добежит до Супера, я думаю. FY осадил немножко Спирит Брейкера. Я тебя вижу. Ну и Айс 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 с Хукшотом готов уже врываться. Хукшот, конечно, первого левела, но и этого было бы достаточно, если бы сам рискнул. Но это самоубийство, конечно, на троих, на четверых врываться, когда вся команда не имеет возможности так быстро в файт перенестись. Ну и расходится по своим позициям. У Квапы уже, в принципе, денег достаточно на Оркет. Хау об этом еще не знает. Или знает? 17-ая минута, 40-ая секунда. Хау, в общем-то, уже с Оркетом. Осталось просто притарабанить и докупить себе Сейдж Мастер. Так, Айс 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 у нас лоу КПшный. Это врыв у нас вылет Дана был. Лил за Айсом. Бладрайт по Айсу. Айс останавливается на месте. Ну, нет, да, нет, дернулся все-таки. Не получилось ему замерить, а с другой стороны, что там замирать. Если Год бежит сзади, Год, скорее всего, будет убивать. Дальше за Фенрира бежит Лил. Куда Эншелом отменяет у нас погоню свою. Ну и врыв от Хау на Лила. Лила разорвало на Года. В Блэйд Мэйл лупят. Плевать вообще команде Вичи Гейминг на все это. И дальше за Фобоса. Если Фобоса забирают, это Тим Вайп от команды Вичи Гейминга. Посмотрим, сколько все это на данной стадии стоит. Баба, конечно же, отпускает Фобоса. Ну и ульта Фенрира, если что, была бы похоронная для команды. Виртус Про. Минус 5 от Вичи Гейминг. 2900 по золоту. 4400 по экспириенсу. 18,5 минут. Нормально. Вперед выходит ВГ. По 2 тысячи по золоту. И по экспириенсу 2,5. Странно. Виртус Про так здорово держались. И давили. И организовывали файт. И вся комба у них достаточно рабочая была. Ну, как-то реализация пока хромает. Не видно здесь Дарксиров, которые могли бы под кулдаун всех стянуть. Ну и под стену, конечно же. Под Фризинг Филд от ЦМки. Все это куда-то в никуда ушло. Пока еще не видим. Я думаю, чуть похоже все получится. Дарксир страдает от нехватки Даггера. Очень сильно. Причем и не убежать толком. И не ворваться толком. Может действительно надо было... Ну, намеку забивать не вариант совершенно. Совершенно. Кроме Дарксира собирать ее здесь просто некому. Другие ребята заняты другими делами. Угрклаб у года. То ли БКБ, то ли... То ли БКБ, скорее всего. Потому что от Ancient Operation, например, страдает сильно год. Сильно страдает тут Баунти Хантер. Да и от Квапы. Квапы тоже. По голде Вич Гейминг впереди на 3,5. По Экспириенсу 3 с копейками тоже в их пользу. Вич Гейминг продолжает наращивать свои преимущества. Пока что у ВП дела совсем не сладко идут. И первые серьезные артефакты от Шторм Спирита. Бладстоун уже у Супера. У Айс Айс Айса есть Блэйд Мэйл. Рингов Реген под предстоящий хорстав. Давайте лучше посмотрим Виртуз Про, что здесь собирают. ПТ-шка есть. Урнув Шадоус тоже есть у Лила. Лила опять побежал на Иллюзию. Стяжка. Воллов Реплики не хватает здесь. И ульты от ФНГ. Не получилось немножко. Ну тут немножко перепутали игроки команды ВП. Чуть-чуть. Разагрессивничались только на Иллюзию. Айс 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 промазывает хукшотом. По ФНГ целился. Собака. Так, врыв у нас от Супера. ФНГ поймали. Из Вортекса ФНГ просто не выходит. Айс 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 в хоге двоих закрывает. Здесь год. Здесь был еще и Дарк Сир. Ну и Иллидан пытается в Соло расстрелять для всех. Пока неплохо у Иллидана получается. В принципе нормально по ХП у Иллидана. Но вся команда Вичи Гейминг просто разворачивается и уходит после 3 киллов. И Сирикен и дальше, и дальше, и дальше. И этим Сирикеном чуть не разбили голову команде ВП. Минус 3 от Вичи Гейминг. Безответные вообще. 2 100 по голде. Зарабатывают ВГ и по экспириенсу тоже. Они в плюсе 2 600. Да, Вичи Гейминг правда давит. Все достаточно неплохо у них получается. Так, давайте шмотки посмотрим. Чтобы не грустно сильно было. Сенжин Яша от Гирокоптера уже готов. Иллидан 5 смертей имеет. Это много. Это много. По отсюда недостаток по артефактам. 22 минута только Саша Яша. Маловато. ЦМка у нас в ТФНГ с Транквилбутцами. По убийствам ЦМ остановилась. 3 киллайна и там все. Вначале очень неплохо смотрелось. Ну и Лил просто перемещается за счет Супера. Поближе к крипам и разворачивается и уходит. Странно. Я думал до конца уже попрет. Раз такой разгон взял. Тем более был рядом ФНГ. Был вариант. Врыв на ФА. ФА под вардами пробежал. Поэтому его отсюда не отпускают. ФА уже с Меккой или мне кажется? Да, у ФА есть Мекка. У ФА также есть Аркан Буцы. Ну и пока деньги копит. Скорее всего будет появляться еще и Гвардиан Грифс для саппорта командовича Гейминг. ВП-620 по голде заработали за Баунти Хантера. Ну если почаще такое будет, то можно и закомбечить. Сейчас какой-то буст все равно нужен команде Виртуз Про. Например, Дарк Сир хотя бы что-то должен заиметь. Ну, нет уже даже надежды у Сира. Даггер купить он хотя бы в форс-стап. Собирается Айс-Айс-Айс. Вот КП-шный. Умирает Айс-Айс-Айс. Ульта аппарата вместе с Квапой уничтожает у нас Года. Ну и ловят Хао здесь. Лил за ним и сразу же Супер на Лила. Стояночка. Ну и разворот от Хао. Будет ли стяжка от Фобоса. Стяжка уже была на стенку. Супер лох КП-шный. Минус Супер, минус Айс-Айс-Айс. Ну или Данан стреливает здесь Хао по нему. Где ульта ФНГ? Она уже была проюзана. Фобос бьется здесь об ФВА. Ну сложноватая ситуация. Хао доминейтинг стрик. Дальше за ФНГ. ФНГ вряд ли отсюда уходит. У него есть колба, но сделать что-то вменяемое вряд ли получится. Пытается хотя бы ФВА поймать. Ульта аппарата тут уже на всякий случай. Минус 5 от команды. Вичи Гейминг. Классно, конечно, мы попадрались. Был вариант здесь. Хао не удела ставить. В итоге только Супера забрали. Ну и в плюсе, конечно же, ВГ по золоту. 2 700 по экспириенсу. 5 000. Тоже для команды Вичи Гейминг. Ну и пошло наращивание преимущества от китайского коллектива. 7 500 по экспириенсу. Почти 10 по золоту. Это не обновились графики. Мне кажется, графики обновятся. Дела похуже будут у Виртусов. Еще и на годы ворвались. Ульта аппарата год остается на 50 секунд в таверну. Врыв от Лила. Бьется об ходе Лилка. Просто разограться головой и удариться в стену. Лилка, конечно, немножечко перегнул балку. Начинает настреливать Илита. Айс, айс, айс. Лоу хпшно. Его можно убить. Айс, да ты умрешь или нет? Айс не умирает. Айс на просто крошечном количестве хп. Ну и, по-моему, тут гг запахло. Не удается ничего сделать команде ВП. И они это понимают прекрасно. И Вичи Гейминг тут просто колоссальное преимущество. Уже наращивает. Файт 5 в 0. Года не посчитали. 3-100 по золоту, 4-300 по экспириенсу. И Virtus.pro позволяет ВГ это с собой делать. И ВГ, естественно, не скромничает в данном вопросе. Рецепт на БКБшку есть у года, а Митрилхаммер отсутствует. Еще 1250 бладсекеров собирать. Где их брать, пока непонятно. С тем рвением, которым Вичи Гейминг наказывает ВП, у виртусов немного шансов для эскейпа. Мне кажется. Ну, таких камбэковых вариантов тоже немного. Гирокоптер, конечно, классная тема совершенно. Но для этого гирокоптеру надо фарм, для этого ему надо убийство, для этого надо артефакты какие-то. А где их брать, если тебя постоянно убивают? Под смаком ВП. Я так понял, что... Давайте попробуем. Не зайдет? Нет, ГГ, пёс с ним, гоу, next. Зайдет, значит, будем дальше. Ну и ВП, кстати, я смотрю на действия Лила. Так, увидели, поняли, что рядом Эфуай. Подсветили у нас Элидана, врыв пошел от Лила. Нахау прыжок, переключился у нас Лил на Тау, Незерстрайк по нему, Фобос в таверну отправляется, Элидан кулдаун себе под ноги, Элидан разваливает Айсайса, Элидан дерется против Супера, ну и в Сала отправляют Элидана, Элидан в таверну, и Лил тоже в таверну. Ну вот оно что. Не зайдет, давайте писать ГГ, да, пожалуйста, я уже всю психологию команды Virtus.pro прямо-таки наизусть знаю, но это не только психология команды Virtus.pro, это обыкновенная абсолютная тема. Давайте попробуем, нет так, хотя бы, мы хотя бы попробуем. Дальше уже пробовать смысла не было, допробовали секреты команды Virtus.pro, что счет стал 35-17, переубивали больше чем в два раза по фарме, посмотрите, какие дела, 17 тысяч золота, 17 тысяч экспириенс, ну и Лил напоследок обрадовал нас немножечко тремя тангами, чтобы хорошо смотрелось. Ладно, Virtus.pro надо собраться на второй матч, потому что сейчас это выглядело совсем не так.